Если девушка очень верная и преданная, ищет серьезные искренние отношения, уже два раза обманулась в мужчинах, это значит, что она не верная и преданная, а слепая. Она просто замуж сильно хочет, и она просто слепла. Невозможно женщине и мужчине обмануться, невозможно. Потому что у женщины, смотрите, мужской разум имеет силу, и он туповатый. А у женщины разум силы не имеет, но он очень чистый. Женщина по природе не может обманываться, если она смотрит. Но женщина иногда не смотрит просто, они глазки закрывают и пошла в отношении. Глазки закрыла и пошла, но твои проблемы, зачем закрыла глазки-то? Смотри, с кем ты встречаешься, смотри, кто тебе предложение делает. Которые просто играли с ней. Мои хорошие, так это же и влюбленность, это и есть игра. Только играть должна женщина с мужчиной, а не мужчина с женщиной вообще-то. Эта женщина должна играть. Она должна глазки строить, отодвигать его от себя. Он говорит, я хочу быть вместе с тобой, надо сказать, мы еще не знаем друг друга, надо пообщаться. Вот отодвигать, улыбаться ему, гулять с ним. Он хочет поцеловать, надо отодвигаться аккуратно. Пока еще не время. Еще не вечер, еще не вечер. Чем она привлекает неискренних мужчин? Глупостью. Как распознать обманщиков, не пропустить серьезного, достойного мужчину? Очень просто. Надо не давать секса просто мужикам и все. Если неделю секса не даешь, гуляешь, все обманщики обваливаются, потому что неделю потерял, блин. Неделю еще сколько денег? Чего беспокоиться-то об этом? Просто не давайте секса и все. И обманщик вскроется очень быстро. А серьезный мужчина, если остался, не встрелился, значит, хоть жениться. А серьезный он или нет, надо потом дальше еще походить, проверить. Потому что глупость у мужчин через некоторое время скрывается. Когда он начинает рассказывать более искренне все, надо слушать, что он говорит. Если он пургу понес, значит, он не очень серьезный. А если серьезные вещи были, значит, серьезные. Мужчина, особенно когда он кушает. Как проверить мужчину, он всегда может себя контролировать, но когда он кушает, его надо сразу спрашивать о жизни. Он говорит, ну, простая стука, это нормально. Все, значит, пошел бы он несерьезно. Когда кушает человек, он не может ничего скрывать. У него все, вылазит из него все. Надо его повкуснее накормить и слушать, что он говорит. Но при этом проблема в том, что женщина, не глупая женщина, чем от разумной отличается? Разумная женщина держит мужчину на почтительном расстоянии. Она знает, что если она привяжется, дальше уже назад дороги нет. Разумная женщина не отдает свои чувства сразу. Она их держит на расстоянии. Она его как бы привлекает, так, ну, глазки строит, но держит на расстоянии. И он такой... И мужчина это сильно уважает. Когда мужчина видит, что так женщина себя ведет, он начинает думать, что это вот и есть цель его жизни. Это мечта, которую он должен достигнуть. Девушка моей мечты, королева красоты. Вот, мечты. Но когда в постель прыгнула, мечты закончились уже, понимаете? Уже нет мечты никакой. Мечта, когда нет постели. Когда есть мечта. Почему же постель так быстро наступает? Это уже от разумности женщины зависит. Если она быстро догоняла, сдалась, привязалась, все, она уже назад не может отвязаться. У женщины такая природа. Привязалась, все, до свидания. Ты уже не можешь дальше играться с этим человеком. Надо держаться на расстоянии. Гулять с ним и не держать на расстоянии. Девушка мечтой оставаться. Пока он не сломается совсем. Когда мужчина сломался, не надо его пинать. Он сломался и сказал, все, хочу тебя брать замуж. Я подумаю. Ну и соглашаться, там, если хороший человек.